Утро нового дня. Программа радио Государственной телерадиокомпании «Волга». Сегодня среда, 31 августа. Последний день лета. С вами Наталья Козина. Здравствуйте! Посмотрим на календарь событий. Опять меня повеселили нестандартные праздники. Например, сегодня отмечается день борьбы с провалами в памяти. Признаюсь честно, веселого в этом, конечно, мало. Но сам факт, что такой день отмечается, хорошего настроения прибавил. А помните испанскую битву томатов? Хоть и бесхозяйственно, и расточительно, но тоже весело. Сегодня еще отмечается международный день осведомленности о передозировке. Можно лишь догадываться, о чем идет речь. А день свахи, как вам такое? Или вот еще. День смеси из сухофруктов и орехов. День лошади. День шепота травы. Так что выбор большой на любой вкус. День шепота травы мне понравился. Действительно, как хочется где-нибудь в удаленном от городской суете месте лечь на траву, устремив взгляд в чистое небо, отдохнуть, послушать. О чем же все-таки шепчет трава? Затем ноги в руки и вперед. Ведь нас, как всегда, ждут великие дела. Наша история знает немало тому подтверждений. Исторический хронограф Здравствуйте. У микрофона журналист Евгений Слюняев. Сегодня, 31 августа, в России отмечается День ветеринарного работника. В разные годы истории 31 августа происходили следующие события. В 1492 году заключен Первый мирный договор между Московским княжеством и Османской империей. 31 августа 1798 года в Санкт-Петербурге учреждено Училище корабельной архитектуры. Ныне Военно-морской политехнический институт. 31 августа 1806 года император Александр I провозгласил бескорыстие основным принципом внешней политики России. 31 августа 1892 года знаменитый русский предприниматель, меценат и коллекционер Павел Михайлович Третьяков предложил Московской городской думе передать в дар городу созданную им художественную галерею. 31 августа 1907 года в противовес созданному ранее Тройственному союзу Германии, Австро-Венгрии и Италии Англия, Россия и Франция сформировали свой военно-политический союз, вошедший в историю под названием Антанта. 31 августа 1914 года указом императора Николая II Санкт-Петербург переименован в Петроград. В 1920 году в этот день из ворот завода Красная Сормова в Нижнем Новгороде вышел первый выпущенный в Советской России «Танк». 31 августа 1922 года родился художник Борис Худяков. С 1935 года по 1938 год он жил в Ульяновске, занимался лепкой и живописью в изо-студии Дворца пионеров. Затем переехал в город Златоуст Челябинской области, где работал художником-гравером. В 1947 году окончил Московский институт прикладного и декоративного искусства. Затем в 1958 году вернулся в Ульяновск. Именно здесь его талант раскрылся в полной мере. Борис Худяков принимал участие в областных, зональных, республиканских и всероссийских выставках. В 1970 году был принят в Союз художников СССР. 31 августа 1939 года завершился советско-японский вооруженный конфликт в районе реки Халхингол. А 31 августа 1947 года совершил первый полет сельскохозяйственный самолет СХ, ставший прототипом будущего знаменитого многоцелевого самолета Ан-2. 31 августа 1952 года в Хельсинки завершилась шахматная олимпиада, в которой впервые приняла участие команда Советского Союза. Дебют стал успешным. Сборная СССР одержала убедительную победу. 31 августа 1955 года в канадском городе Виннипеге делегация советских работников сельского хозяйства подверглась нападению украинских националистов. В том же 1955 году в Чикаго инженер Уильям Коп продемонстрировал первый в мире автомобиль, работающий от солнечных батарей. 31 августа 1975 года Международный валютный фонд принял решение полностью отказаться на международном уровне от расчетов с золотом. 31 августа 1977 года в СССР совершил первый полет реактивный транспортный самолет с укороченной дистанцией взлета и посадки Ан-72. И 31 августа 1993 года в Москве открылся первый российский авиационно-космический салон. Исторический хронограф. Специальный репортаж. С вами Наталья Яковлевна, я продолжаю передачу. Губернатор знает, губернатор видит, он в курсе всего, что происходит на территории региона. В том числе в курсе многих жалоб и обращений, которые поступают в правительство от жителей области. Это и водоснабжение, и плохие дороги, и даже безбашенные мотоциклисты, которые с ревом носятся по ночным улицам. Плохие сообщения его огорчают, хорошим он рад. Например, что три муниципальных образования получили федеральные гранты на свое развитие. Слушаем анализ жалоб за предыдущую неделю. И плохих, и хороших. У нас есть ряд обращений из Барыша по поводу ремонта автомобильной дороги на улице Гладышева. Я напомню, что жалобы поступали и в прошлом году. Тогда жителям обещали провести необходимые работы в текущем году. Аналогичные претензии поступили от жителей Корсуна, улицы Советская, и Шеевки, улицы Кирова. Также до меня дошла информация о задержке выплат заработной платы работникам образования в Майнском районе за июль. Случай вопиющий. Информация о зарплате выдана в полном объеме на все 100%. Тем более педагогическому коллективу деньги идут с областного бюджета через нас транзиты. Мы их отдаем в течение дня. Я только сейчас созванил с финуправлением. Зарплата вся вовремя выдана, все 100%. Значит, чьи-то инсимуации, разберитесь, откуда эта информация, кто поднимает. Хорошо. Нам допускать в наше время вообще категорически запрещено нельзя. Хорошо. Поступает много жалоб от жителей города в ночное время, их беспокоят мотоциклисты. Разберитесь, ладно, в чем причина. У нас, в принципе, движение мотоциклистов организовано, у нас уникальный клуб, все ребята со знанием дела, кто там присутствует. С ними соберетесь. Ну, наверняка они знают, кто нарушает ночной режим. Пусть проведут внутреннюю работу, внутреннюю воспитательную, так сказать, политинформацию. Да, Алексей Юрьевич, ежедневно эта работа проводится, в том числе и сегодня ночью. Несколько мотоциклистов было задержано, один в нетрезвом состоянии. Также на них составляемый за шум. Работа находится на особом контроле, это и будет продолжено. Свод жалоб продолжает поступать по водоснабжению. Все жалобы, которые поступили в ЦУР, мы отправили в профильное ведомство, как работа ведется. За эту неделю мы получили по всем каналам обращения от жителей на качество водоснабжения и зафиксировали 41 инцидент. Это 60% от общего количества обращений жителей на перебои представления коммунальных услуг. В настоящее время, вот на утро, работы ведутся только по замене насоса в Николаевском районе, в селе. Все остальные достатки устранены в полном объеме. Других проблем с водоснабжением на территории региона нет. Тем не менее, жара продолжается, поливы участков продолжаются. Держим ситуацию на контроле, потому что расход воды очень большой. Об итогах участия в 6-й всероссийском конкурсе проектов благоустройства малых городов и исторических поселений в рамках форума «Сведа для жизни». Давайте коротко, может. Да, хочу сказать, что регион активно участвует в инициированной президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным национальном проекте «Формирование комфортной среды». Всероссийский конкурс «Лучший проект в создании комфортной городской среды» проводится по его инициативе, по инициативе президента с 2018 года. И регион ежегодно силами жителей и профессионального сообщества готовит документы на участие в конкурсе. За эти годы нам удалось сделать парк «Тиждоглай» Сенгелея, в Корсуне «Перекресток времен», благоустройство центральной части Барыша, помним прошлое, работаем на будущее, в Индии, парк Горького, в Сурском, торгово-ярмачная территория, в историческом центре. И в этом году работаем по улице Тухачевского в Индии. 18 августа в Тамбове было на пленарном заседании форума «Среда для жизни» торжественная церемония награждения победителей шестого конкурса лучших проектов. Мы заявились среди 280 участников три наших поселения, Барыш, Корсун и Сурская, стали победителями и вошли в число 160 победителей. Общий призовой фонд был 10 миллиардов рублей на всю Российскую Федерацию. Каждый из этих городов получит 70 миллионов рублей федеральных, ну и соответственно мы наполним 40 миллионов из регионального бюджета по условиям конкурса. В каждом поселении в районном центре была проведена колоссальная работа по вовлечению жителей, историков, культуроведов. Большой процесс создания концепции по благоустройству. Архитекторы положили это на проекты, в эскизы, сделали обоснование социально-экономического развития данных муниципальных образований, социальный эффект, который получат данные поселения и самое главное благо, которое получат жители. В результате комиссия оценила все усилия, результат стал победа наших муниципальных образований, а вернее, лучше правильно сказать, жителей данных муниципальных образований, в этом конкурсе. Разработать проектно-сметную документацию на благоустройство этих территорий. В марте месяца мы должны провести торги, определить подрядчиков и до 1 сентября следующего года провести благоустроительные работы. Отмечу, что председателям правительства Российской Федерации Мишустина было объявлено об увеличении в следующем году призового фонда до 20 миллиардов рублей и расширенные условия участия городов Российской Федерации в этом конкурсе. Помимо исторических поселений и малых городов до 100 тысяч человек, возможность появляется у городов до 200 тысяч человек. А это для нас может участвовать Димитровград, Новый Ульяновск и все, кто попадает под эти критерии. Мы рассчитываем, что в следующем году, а скорее всего, как было заявлено, до конца этого года еще будет объявлено о проведении конкурса как раз до 200 тысяч человек, мы можем заявиться для получения федерального гранда и доказать свою состоятельность по благоустройству. Кстати, было бы 5 заявок, победили бы 5. Поэтому я прошу активнее включаться. Ну, в случае, конечно, если они качественно подготовлены. Вот, эти три качественно были подготовлены, поэтому все прошли. У нас потенциал Старая Майна, Новый Ульяновск, Павловка, Николаевка, Кулатка. Надо включаться в эту работу. Утро нового дня. Программа радио Государственной телерадиокомпании «Волга». Ульяновская область занимает второе место в Приволжском федеральном округе по темпам укладки дорожного покрытия. В этом году на реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные дороги» направлено более 3,9 миллиардов рублей, что на 5% больше, чем в прошлом году. До конца года отремонтируют 108 километров, из которых 95 – это областные трассы, 13 километров – это дороги в Ульяновске. Как сообщил заместитель председателя правительства Ульяновской области Евгений Лазарев, на сегодняшний день уложено 80% верхнего слоя дорожного покрытия от общего объема запланированных работ. По темпам укладки регион занимает не только второе место в Приволжском федеральном округе, но и седьмое по стране. Основная цель национального проекта – «Безопасные и качественные дороги». В рамках национального проекта БКД Ульяновская область принимает участие в трех региональных проектах. Это региональные и местные дорожные сети, общесистемные меры развития дорожного хозяйства и безопасность дорожного движения. Основными целями национального проекта является повышение протяженности автодорог, находящихся в нормативном состоянии, и снижение смертности в дорожно-транспортных происшествиях в три с половиной раза к 2030 году. А что было на старте национального проекта еще в 2018 году? На старте реализации национального проекта в 2018 году доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, составляла 43%. По итогам 2021 года мы достигли показателей 47,6%. К итогам этого года мы должны достичь 48,3%. А к завершению национального проекта в 2024 году мы достичь 50% нормативного состояния региональных дорог. Аналогичный показатель, но он немного выше, в подоле дорожных дорог, находящихся в сети городских агломераций. Стартанули мы с показателей 57,5%. По итогам 2021 года достигли 77%, а к 2024 году должны достичь 85% нормативного состояния всех дорог, находящихся в Ульяновской городской агломерации. Сколько средств выделено в этом году? В текущем году на реализацию всех мероприятий нацпроекта выделено 3,9 миллиарда рублей. Это больше на 5% от уровня финансирования прошлого года. Расскажите подробнее о каждом из трех региональных проектов. Финансирование в 2022 году регионального проекта региональной и местной дорожной сети составляет 2,877 миллионов рублей, из которых чуть больше миллиарда рублей – от средства федерального бюджета, а оставшаяся часть – это консолидированный бюджет Ульяновской области. Что будет отремонтировано? Для достижения показателей в рамках регионального проекта будет отремонтировано около 108 километров автомобильных дорог, это 95 километров областных дорог и 13 километров уличной дорожной сети города Ульяновска. В настоящее время на 17 объектов, а это 57 километров, работы уже завершены, и на 21 объекте, это 53 километра, работа продолжается, общий процент выполнения составляет 81%. А по светофору? В целом по светофору в рейтинге «Эталон» регион занимает на текущую дату второе место среди ПФО по укладке верхнего слоя и седьмое место среди всех субъектов Российской Федерации. А что с мостами? Также в рамках регионального проекта в городе Ульяновске идет реконструкция и строительство мостовых сооружений. Это два наших крупных объекта, строительство которых начато в прошлом году. Строительство автодорожного моста через реку Свияго в створе улицы Шевченко и реконструкция моста по улице Минаева с подходами, где у нас запланировано течение этих объектов и проведение на одной из площадки нашего кустового совещания. Какой в этом году появился новый показатель? С 2022 года в рамках федерального проекта у нас включен новый показатель. Это приведение в нормативное состояние искусственных сооружений. Всего в текущем году мы капитально отремонтируем пять мостов протяженностью более 170 погонных метров. В настоящее время работы здесь ведутся. Контракты заключены на сумму более 190 миллионов. Общий процент выполнения составляет 47% со сроком завершения до 1 ноября текущего года. Что делается с местами концентрации ДТП? Еще ряд работ проводится в целях ликвидации мест концентрации ДТП. Ульяновские работы ведутся на восьми объектах безопасности, направленных на ликвидацию выявленных по итогам 2021 года мест концентрации. В настоящее время по пяти таким объектам работы завершены. Ведутся работы на трех объектах. О освещении транзитных участков федеральных дорог. В рамках регионального проекта ведутся работы по освещению 34 транзитных участков автомобильных дорог протяженностью более 48 километров. На эти цели также предусмотрено более 190 миллионов рублей. Контракты заключены. Срок завершения до 15 сентября текущего года. Теперь расскажите о втором региональном проекте. Следующий региональный проект, где принимает участие Ульяновская область в рамках национального проекта, это общесистемные меры развития дорожного хозяйства. Здесь мы должны достичь нескольких показателей. Первый – это использование новых и наивающих технологий, включенных в реестр. Перед нами стоит задача выполнять не менее 20% объектов, где будут использоваться новые технологии. Здесь мы показатели перевыполняем, и у нас порядка 40% уже на текущую дату это показать. А контракты жизненного цикла? Перед нами стоит задача реализации контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и содержанию. Здесь мы тоже показатели все достигли и двигаемся четко по предусмотренному плану. Вы слушали Евгения Лазарева, заместителя председателя правительства Ульяновской области о выполнении национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В рамках федерального национального проекта Ульяновская область принимает участие в трех региональных проектах. Это региональная и местная дорожная сеть, второй региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и третий региональный проект «Безопасность дорожного движения». Вы слушаете радио России Ульяновск. О дорогах мы еще поговорим. А сейчас будем слушать министра экономического развития и промышленности Николая Зонтова по поводу работы комиссии по увеличению заработной платы по итогам и предыдущей недели, и восьми уже пройденных месяцев. С сентября прошлого года заключено более трех тысяч соглашений. Охват работников составил более 95 тысяч человек, чья зарплата выросла как минимум на 15%. Мы продолжаем эту системную работу. За последние две недели мы заключили 73 соглашения. Практически все муниципальные образования включились в эту работу. Хотелось бы отдельно отметить, что всего с сентября 2021 года, когда нам поручили этим заниматься, мы заключили три тысячи соглашениями. Охвачено 95 тысяч работников региона. Это 16,3% от общих занятых в экономике и примерно 25% от занятых в небюджетном секторе. То есть мы фактически уже отработали одну четвертую часть одной очень большой задачи. Самое большое количество соглашений по муниципальному образованию здесь примерно лидеры сохраняются. Это Ульяновск, Демитровград, Ульяновский район, Меликесский, Барышский район, Сурский район. За январь-май 2022 года темп роста заработных плат составил 111%. Сама средняя заработная плата накопительным итогом за пять месяцев сложилась в размере 38 488 рублей. По крупным и средним предприятиям это показатель классический повыше 42 643 рубля. С темпом роста также выше 112,2%. Мы знаем, что этот процент сложился за счет фактически крупнейших работодателей региона, которые разово в первом полугодии достаточно на большие проценты повысили уровень оплаты труда отдельных категорий работников. В рамках Приворско-федерального округа Ульяновск область находится на 10 месте. Ранее занимала 11 строчку. Мы поднялись на одну позицию. Если говорить по полному кругу организаций, то заработная плата в мае, конкретно по отдельному месяцу, если смотреть, сложилась в размере большим, чем нарастающим итогом, в размере 40 376 рублей. Мы занимаем 62 место. В Российской Федерации поднялись на две позиции. Хотелось бы отдельно отметить, что средняя заработная плата по полному кругу организации Российской Федерации в мае составила 62 457 рублей, с темпом роста, соответственно, 110%. В Приворском федеральном округе заработная плата сложилась в размере 45 733 рубля, с темпом роста средней заработной платы 111,9%. Из этой статистики мы видим, что мы растем чуть-чуть быстрее, чем темпы по Российской Федерации, но, однако, на сегодняшний день этого недостаточно. Мы пока не вышли на темп среднеобластной 115%, которую вы ставили задачу. Сейчас необходимо нарастить работу в этом направлении, чтобы сократить разрыв между растущей Российской Федерацией, растущими заработными платы в Приворском федеральном округе, соответственно, в Ульянской области. Что касается статистики, январь-июнь, она выйдет в конце августа и покажет общую динамику уже с теми изменениями в экономике, которые произошли во втором квартале в отношении введения неполного режима занятости на отдельных предприятиях, в частности, в автопроме. Но мы ожидаем, что средняя заработная плата скорректируется и будет примерно на 4,5 тысячи рублей выше, чем в январе текущего года. Что касается поступления налогов на доходы физически или сканциализированного бюджета Ульяновской области, то, по данным нашего Министерства финансов Ульяновской области, за период, соответственно, наибольший вклад в общий доход НДФЛ у нас вложив город Ульянов 68%, плюс он 318 миллионов рублей. Димитровград рост 11%, 20 миллионов рублей. Дальше Чердоклинский район, Новоспасский и Сенгелеевский районы. Продолжаем под председателем Игоря Олеговича Эделя проводить отраслевые совещания. Провели совещание, посвященное сельскому хозяйству, разобрали полностью эту отрасль. Здесь, если брать, январь-май 2022 года, среднемесячный начисленный размер заработной платы составил по растеневодству и животноводству 28 792 рубля с темпом роста 111%. Производство пищевых продуктов 39 433 рубля с темпом роста 108%. А также самый большой темп роста заработной платы в производстве напитков составляет даже выше среднеобластных показателей по крупным и средним предприятиям в размере 57 796 рублей с темпом роста 129,5%. Министр экономического развития и промышленности Николай Зунтов рассказал о том, что с сентября прошлого года заключено более 3000 соглашений о повышении заработной платы для 95 000 работников. За 5 первых месяцев темп роста заработных плат составил 111%, а средняя зарплата сложилась в размере 38 488 рублей. Это соответствует 9 месту в Приволжском федеральном округе и 62-му месту в целом по Российской Федерации. Показатели заработной платы стабильные, несмотря на определенные трудности в экономике, отметил министр Николай Зунтов. И снова о дорогах. На этот раз уже в связи с началом нового учебного года. Как обезопасить движение учеников по дороге в школу? Ведь десятки тысяч школьников пешком пойдут на уроки. Об этом расскажет Ильдар Камалов, начальник Ульяновского центра дорожного и технического надзора. На территории региона проходит третий этап общеобластного профилактического мероприятия «Внимание, дети!», в рамках которого запланировано 11 областных профилактических акций и мероприятий. В их числе профилактическое мероприятие «Безопасный двор», во дворах многоквартирных домов, жилых зонах, сельских населенных пунктов, коттеджных поселках. Профилактическое мероприятие «Автокресло детям», по сплошной проверке группами нарядов дорожного патрульной службы, водителей транспортных средств, областная акция «На дороге нет чужих детей», в парках, скверах, открытых спортивных площадках. Областная акция «Скоро в школу», вблизи нерегулируемых пешеходных переходов, расположенных около общеобразовательных организаций. Областное мероприятие «Юный пешеход», по причине фактов непредоставления преимущества в движении несовершеннолетним пешеходам на пешеходных переходах. 1 сентября мы проведем областную акцию «Первый раз в первый класс» совместно с юными инспекторами движения, также на пешеходных переходах около школ. 2 сентября запланировано проведение «Единого дня безопасности» дорожного движения в образовательных организациях. Там будут проводиться практические занятия, я знаю, ПДД на 5, на транспортных площадках, и областная акция «Безопасный маршрут школьника» в рамках «Единого дня безопасности» несовершеннолетних. Информационные материалы о проведенных мероприятиях будут размещены на сайтах Госавтоинспекции, УМВД России, Пульянской области. В период проведения мероприятий, посвященных началу учебного года в целях формирования у детей и подростков навыков безопасного поведения на дороге, профилактического воздействия на водителей и транспортных средств, Госавтоинспекция в период с 29 августа по 5 сентября текущего года будет переведена на усиленный вариант несения службы с выставлением максимального количества личного состава на пешеходных переходах около образовательных организаций и по маршрутам следования к ним юных участников дорожного движения детей. Госавтоинспекция готова к выполнению основных целей и задач, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения в период проведения мероприятий. Работа в данном направлении деятельности находится на особом контроле и в дальнейшем будет продолжена. Вы слушали Эльдара Камалова, начальника Ульяновского Центра дорожного и технического надзора. Он рассказал о проведении проверок школьных территорий и маршрутов. Говорим и пишем правильно. Как хорошо уметь читать, а также писать и говорить, и чтоб непременно правильно, просто и без нравоучений, о словах, выражениях и ударениях. Об этом расскажу вам я, Мария Свежникова. Здравствуйте! Метрополис или метрополис. Где ставить ударение в этом слове и почему мы все время ошибаемся? Существительное метрополис встречается в речи, конечно, не так часто, как мегаполис, но все же попадается. То, как синоним большого города, то, как название торгового центра или фильма. И ударение в нем ставят то так, то эдак, но правильный вариант всего один. Метрополис. Древнегреческое слово метрополис состоит из двух основ – мать и город. В Древней Греции метрополиями или метрополисами называли города-государства, у которых были колонии на территории других стран. Сейчас слово метрополис используется и в историческом значении, и в оносказательном. Например, так можно назвать по аналогии с мегаполисом любой крупный город, который является центром агломерации. Скажем, Москва, Токио, Тели. Из греческого языка метрополис мигрировал в итальянский, французский, шведский, румынский и английский. Вот с английской версией связаны некоторые путаницы в ударении. С существителем метрополис оно падает на второй слог. Однако в русском слове метрополия ударение традиционно на третьем слоге, и метрополис, который по сути то же самое, это ударение сохранил. Так что нет никакого метрополиса, есть метрополис. А если возникнут сомнения, вспомните про мегаполис, и ударение сразу встанет на свое место. И на этом у меня на сегодня все. Всего вам доброго. До свидания. Будьте здоровы. РАДИО РОССИИ УЛЬЯНОВСК СПОРТ Накануне Нового Учебного Года у нас много сообщений, связанных с победами спортсменов школьного возраста. Так, юные ульяновцы отправились на Всероссийский фестиваль ГТО среди школьников. В отборочных этапах одного из самых ожидаемых физкультурно-спортивных событий приняли участие 73 субъекта России, среди которых и наш регион. Финал фестиваля состоится в рамках 10-й профильной смены в лагере «Артек», где Ульяновскую область представят Кирилл Дмитриев, город Димитровград, Григорий Лепилин, город Димитровград, Кирилл Харитонов, базарно-Сызганский район, Алексей Сорокин, город Димитровград, Александра Матясова, базарно-Сызганский район, Дарья Ларионова, Маинский район и так далее. Всего 8 школьников. В этом году юные физкультурники будут соревноваться в силе, скорости и ловкости с 1 по 21 сентября. Для знакомства со значкистами ГТО в лагерь приедут известные спортсмены и медийные личности. Программа ожидается богатой на рекордные результаты, новые знакомства и хорошее настроение. В понедельник закончилась. Летние спартакиады учащихся России по тяжелой атлетике для юношей. Среди девушек 13 и 17 лет отличилась ульяновская штангистка Елизавета Ларионова, завоевав серебряную медаль весовой категории 49 килограммов. Президент региональной федерации Тхэквондо Евгений Ключников приглашает на юношеские игры единоборств России и Беларусь, которые пройдут 11 сентября в Волго-спорт-арене. Ульяновская спортсменка Виктория Антонова серебряный призер 11-летней спартакиады учащихся под зюдо. Как раз в эти дни соревнования проходят в Саранске. Поздравляем! Вот и все. Эту передачу для вас подготовила Наталья Козина. Спасибо за внимание. Будьте здоровы. До свидания. Этот день в истории музыки. У микрофона Алексей Сорокин. Здравствуйте. В этот день появились на свет композитор Амиль Карапонкьелли. Он прославился только одним музыкальным шедевром оперой Джоконда, хотя за свою жизнь сочинил множество произведений. Артистка балета, педагог Матильда Кшасинская, композитор Владимир Энке. Скрипач и педагог, пятикратный обладатель премии Грэмми за исполнение классической музыки Ицхак Перлман. Он исполнил и записал множество скрипичных шедевров, однако всегда тяготел к музыке, выходящей за пределы традиционного репертуара. Сделал несколько записей джазовых композиций. Автор и исполнитель песен Юрий Белоусов, скрипач Вадим Репин, вокалист, бывший солист группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов, композитор, певец Сергей Челобанов. Ты ко мне протягиваешь руки, обнимаешь и целуешь вновь, так приятны сладостные муки, но поверь, что это не любовь. О, Боже! Ползизни ждал я этих слов, О, Боже! Но оказался не готов, О, Боже! Ну где же раньше ты была, когда душа тобой жила? Ты где была? Да, да! О, Боже! Не знаю, как тебе сказать, О, Боже! Что наши судьбы не связать, О, Боже! Спаси меня и помоги, я стал совсем-совсем другим, я стал другим. Также в этот день в мировой и отечественной культуре произошли следующие события. В 1928 году в Берлине прошла премьера мюзикла «Трехгрошовая опера». У акулы зубы клинья Все торчат, как напоказ, А у маяки нож и только, Да и тот укрыт от глаз Суматоха В Скатланд-Ярде То убийство, То грабеж Кто так шутит, Всем известно Это мэки-мэки-мэки-мэки-мэки-мэки-нош В 1951 году в Юссельдорфе Западная Германия поступила в продажу первая долгоиграющая грамм-поластинка со скоростью вращения 33 оборота в минуту. В 1989 году состоялась премьера художественного фильма «Рок и фортуна» производства киностудии «Мосфильм». Это музыкальная киноповесть о группе «Машина времени». В 2002 году произошел раскол в группе «Ария». После многолетних выступлений ее покинули вокалист Валерий Кипелов, барабанщик Александр Манякин и гитарист Сергей Терентьев. Оставив «Арию», они образовали новый коллектив, пригласив в него бас-гитариста Алексея Харькова и гитариста Сергея Маврина. Я бы мог с тобою быть, Я бы мог про все забыть, Я бы мог тебя любить, Но это лишь игра. В шуме ветра за спиной Я забуду голос твой И о той любви земной, Что нас ждала в прах. И я сходил с ума, В моей душе нет больше места для тебя. Я свободен, Словно птица в небесах. Я свободен, Я забыл, что значит страх. Я свободен, С диким ветром наравне. Я свободен, Наиву, а не во сне.